Наверняка мы каждый день с этим сталкиваемся, как найти свое предназначение. Особенно, когда мы становимся взрослее. Предназначений может быть несколько. На каждом этапе жизни оно бывает свое. Как стать хорошей мамой, выучиться в школе, это предназначение на какой-то период жизни. Сделать счастливым своего мужчину. Это тоже предназначение на какой-то определенный промежуток жизни. Но когда мы выполняем вот эти маленькие предназначения, у нас появляется возможность идти дальше другому предназначению, более мощному, к тому, чему зовет нас душа. Не у каждого из нас есть большое предназначение. Возможно, для нашей души достаточно передать вилку или ложку в столовой, когда кто-то вас попросил. Это принятие того, что вы такой же человек, как и все остальные. Но у нас сейчас признано то, что предназначение это что-то такое большое. Каждый, кто стремится выполнить свое предназначение, думает, что у них, у каждого есть что-то свое и большое. Предназначение это то, что хочет наша душа. То, что она вот спускается на землю для того, чтобы выполнить какой-то опыт, чтобы получить эту радость от того, что мы делаем. То есть понятно, да, что предназначение у нас может быть несколько в течение жизни, но одно из них может быть основным. Предназначение это то, что мы делаем с любовью. Вот хобби как раз одно из этих моментов, когда мы делаем это с радостью и любовью. Хорошо, если еще любой вот это хобби приносит нам и деньги. Для того, чтобы понять свое предназначение, нам нужно уметь желать, уметь ставить цели, уметь двигаться к этим целям, что мы позволяем для того, чтобы это происходило. Если вы заметили курс «10 основ», мы выстроим как раз так, чтобы мы потихонечку могли продвигаться и понять, в чем же наше предназначение. То есть убираем лояльность, убираем вину, убираем негативный опыт прошлого, убираем, распаковываем программу счастья, да, и начинаем просто желать, начинаем писать наше желание, начинаем двигаться к нашему предназначению, разблокировать эмоции. Если мы не разблокировали эмоции, нам трудно будет найти свое предназначение, потому что мы не понимаем, где мы радуемся, на что мы злимся, куда нам двигаться, что нам делать. И вот если у нас непроработанные эмоции, то желания к нам не идут, потому что получается маленький стопор. Что же может нам помешать найти нас предназначение? Это состояние стресса. Если мы находимся в состоянии стресса, вот как находится наша страна сейчас, мы просыпаемся и не знаем, что будет завтра. И это вот состояние, вот эта вот энергия летает у нас в пространстве, мы ее все равно считываем, и нас это давит. И вот в этом состоянии непросто двигаться в свое предназначение, но если мы начинаем идти внутрь, чувствовать свою душу, идти за ней, не осуждать, не проклинать, а заниматься собой, понимать, кто мы вообще в этой жизни, почему мы здесь, на этой земле, какая задача у каждой из нас, у каждой души стоит здесь, на этой земле. Не просто так, мы родились в определенной стране, в определенной семье, для того, чтобы наша душа прошла какие-то свои задачи. И, возможно, наше предназначение как раз вот именно научиться принимать людей такими, какие они есть. Потому что мы своим спокойствием, своими высокими вибрациями помогаем многим пережить то, что сейчас происходит. И важно это понимать. Очень важно понимать, что мы в предназначение можем не попасть, если мы лоялим свою родовую систему. Если все родственники, весь наш род жил не по предназначению, а из состояния надо, не в состоянии хочу, делаю и получаю от этого радость и удовольствие, то и мы можем тоже ее лоялим. Поэтому если мы до сих пор не нашли свое предназначение, нужно спросить, как кто в моем окружении я не нашла предназначение. Проработать эту лояльность. Поработать с виной, да, потому что, возможно, мои родители жили в предназначении, не получали от этого удовольствия, а я не могу найти предназначение, поэтому я живу в вине. Проработать это. И когда это вы все проработаете, посмотреть, могу ли я радоваться от того, что я делаю. Получаю ли я удовольствие от того, что я делаю. Разрешаю ли я себе жить так, как я хочу. Разрешаю ли я себе делать то, что я хочу. Живу ли я из состояния, мне можно. Вот в этом нужно обязательно посмотреть.